Фамилия, имя, отчество? Дорчуков Андрей Викторович. Звание? Майор. Подразделение? Честная война компания. Как барнер? Я не знаю название, потому что никаких документов не... Говорят, что вторая какая-то есть. Командир непосредственно ваш? У нас нет командира. Кто ставил боевую задачу? Он приходит через Министерство обороны, через военных. Ну вам, непосредственно вам. Кто ставил задачу? У него не берут координаты и время. У вас что, частный самолет? Почему? Ну мне выделяют какой-то самолет, вот этот ваш самолет на смену. А место базирования? Город Милинград. Оттуда валюты? Да. Где до этого проходили военческую службу? На Дальнем Востоке все время. Войско-частный? Сейчас не знаю, раньше вывод 647. Владивосток, Черниговка, в общем, Дальний Восток только. И Орловка. Родом откуда? Родом город Североморск. Семья есть? Есть. Кто? Жена, дети. Детей сколько? Трое. Лет сколько? Ну, уже знаю, что от 3 до 18. Проживаете? Водилосток. Что делали на территорию Украины? Выполняем поставленные задачи. Какая была поставлена задача? Задача была по оказанию помощи республикам Донбасса. Ну и, соответственно, нанесение ударов это уже частная задача. Нанесение ударов по кем объектам? Ну, по опорным пунктам, скоплениям силы, скоплениям живого и силы противника. Населенные пункты какие? Да, выдают такую цель. Населенных пунктов, ну, работали в районе деревни Николаевская и водохранилище Михайловское. Сколько вас воли там было? Ну, один-два в день. В целом? В целом? А, в целом. Я с 14-го числа здесь. 14-го числа чего? 14-го числа приступил. 5-6 нет, вот так. В день? Нет. Всего. Ну, один-два в день, не больше. Ну, три планировалось, но ни разу так и не получилось летать. Ну, может, пять шеевые задачи выполнять. Экипаж? Экипаж один человек. Процесс постановки задач. Вот. Объясните изначально. Кто дает, как, каким образом это создает? Ну, процесс постановки следующий. Есть направление, есть направление сатарминии. Он вызывает, говорит, так и так есть задача. От фамилиями учатся. Они меняются. Кого помните, журные. Я никому не знаю из военных. Я подошел из тетрадки, переписал кардинад, дату вылета. Ну, и время вылета. Ну, и время нанесения удара. И там боевой курс, обычно, еще дают. Все. Готовишься к этому времени. Распределяют самолет там какой-то. Кто распределяет? Ну, приходишь, там написано. Много вас, ну, вот, каких дочеков? Три человека. На данной. Именно с ЧВК. В каком году уволились сами? Уволился в 15-м году. Он списан из 9-го года, по-моему. В 15-м уволились с какой должности? Там командиры с коленей. Ребята вот эти, которые предложили. Кто это? Ну, сослуживцы бывшие. Кто? Фамилия, имя, отчество тоже давать. Ну, Закамайска наш, который был. Ну, вы понимали, что вы будете убивать. У вас моральных ограничений не было. И мирное население. Ну, насчет мирного населения, как бы задач таких мне не ставилось. Мы работали исключительно на визуальной видимости и исключительно по опорным пунктам. А кто же рода бомбит наши? Ну, у нас всевозможных средств очень много нанесения удара, если что. Действительно, скорее всего, не получал полной информации о том, что здесь действительно происходит. С военнослужащим ВСУ поговорил, посмотрел всевозможные фотографии, которые они снимают во время боевых действий. Ну, и понимаю, что действительно гибнет очень много мирного населения. Очень много детей, женщин. Поэтому считаю, что это неправильная война, ненужная. И, ну, я рассказываю, что я принял участие в ней. Если бы это была война между двумя армиями, ну, как бы тут была совсем другая была обстановка. А то, что гибнет очень много мирного населения, оно того не стоит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!